Самарские новости спорта Все ребята очень сильны, я и мой партнер, мы подготовились хорошо, мы тренировались, готовились, мы находимся в хорошей форме, поэтому надеемся показать максимальные результаты, победить, но тем не менее все ребята молодцы, все хорошего уровня, поэтому будет борьба. Шестой кубок страны по пляжному теннису в шестой раз разыграли в Самаре одну из трех столиц этого вида спорта в России. 90 спортсменов старше 18 лет претендовали на большой приз, в два раза меньше участников разыграли медали второго первенства России. Всего страну представляли 14 городов. Здесь участвуют сильнейшие теннисисты страны и эти соревнования являются последним отборочным этапом перед чемпионатом мира команды, который пройдет в скорости в Москве. Самарская область выставила на первенство страны одну из сильнейших команд. В сборной России играют 10 человек, поэтому не случайно, что самарцы боролись за медали разной чеканки. В смешанных парах, а также мужских и женских. Мы еще очень молодая команда, то это, конечно, достижение. Проблема у нас в чем? Нет зимней базы. У московских, у питерских ребят, даже у Саратова круглогодично есть возможность заниматься. Мы пока только с мая месяца выходим, как только позволяет погода, а зимой просто отрабатываем технику в спортивных залах. Выиграть такое престижное соревнование у себя дома и возможность иметь попасть в сборную команды Российской Федерации, это, конечно, достижение. Я очень надеюсь на то, что наш регион в очередной раз будет достойно представлен теперь же в пляжном теннисе на международных соревнованиях. В итоге самарцы завоевали три Кубка страны. Победу праздновали Игорь Панин, Дарья Чуракова и Николай Гурьев. На первенстве России юниоры взяли четыре серебряные медали и две бронзовые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.